Меня часто спрашивают, какое пианино купить, чтобы прям было вот хорошо, чтобы как настоящее. Артём, а подскажи, вот чтобы клавиатура была как настоящая, чтобы звук был как настоящий, вот чтобы ещё и недорого было, вот чтобы ещё какой-то функционал был, что-нибудь интересное, и чтобы компактное было, какую-нибудь такую вот красивую, современную, какие-то функции были клёвые, дополнительные тембры. Вот Артём, вот вам, пожалуйста, расскажи. Я говорю, стоп, стоп, ни слова больше. Смотри сюда. Оп! Роланд FP30. Вот такой у нас чёрный, красивый, нарядный. В природе существует два цвета, белый и, соответственно, чёрный, которые сейчас у нас. В комплекте пюпитер, одна педалька, сам инструмент и адаптер, чтобы можно было подсоединять в сеть. То есть всё необходимое есть. Вам осталось докупить либо X-образную стойку, вот такую вот, либо стационарные ноги тоже деревянные, и постепенно уже он приобретёт вид стационарного пианино. Но это уже по желанию. 88 клавиш. Я даже сказал не так. 88 дивных клавиш. Гладенькие, белые, под слоновую кость, под чёрное дерево, естественно, как настоящие. Но здесь уже такой ценовой диапазон, где уже даже об этом говорить не стоит. Берёте, играете, учитесь, занимаете, получаете удовольствие. Конечно же, реагирует на нажатие. Опять-таки, зачем я об этом говорю? Понятно же, за 60 тысяч рублей, это уже за 56 тысяч рублей, уже, наверное, тут должно не то, что реагировать на нажатие, тут должен быть ещё и блютуз. А он и есть здесь, блютуз здесь есть. Офигеть, да? Об этом чуть позже. Колонки мощностью по 11 ватт, которые намного, намного миль разнесут, как вы исполняете к Элизе. Все услышат, все насладятся этим звучанием. На борту у этого аппарата 35 тембров, 128 голосов полифонии, или полифонии, кому как больше нравится. Фирма японская, Roland. Эта фирма очень известная среди музыкантов, собирается в Малайзии, гарантия идёт 3 года. Но вообще считается, Roland один из самых надёжных инструментов. Я ни разу не слышал, чтобы у кого-то что-то сломалось. Берите, не пожалеете. Здесь использована технология Supernatural. Это такая технология, которая позволяет не просто воспроизводить заранее записанные сэмплы, а создаёт моделирование звука. То есть каждый раз, каждое нажатие на клавишу запускает вот этот необратимый механизм, который каждый раз выстраивает тембр согласно силе нажатия. Нажимаете тихо, и у вас свой тембр звучания. Нажимаете громче, новый тембр звучания. То есть каждое нажатие реально ощущается как новое нажатие. Нет ощущения, что вы просто делаете тише, громче механическим путём. Приятно. Запутался в проводах. Итак, основной тембр. Очень классный. Звонкий, яркий. Давайте послушаем динамику. Мощь. Регистры. Встроенные тембры, их 35. Этот тембр был обычный рояльный. Второй. Третий. О, яркий. Четвёртый. О-хо-хо-хо! Ну всё, доставайте. Доставай вискарь! Это вот для таких тем, для рэг-тайма в частности. Эффект расстроенного пианино. Ну вы поняли. 2020-й посвящается тебе. Сказочный клавесин. Ну и так далее. Это был банк пианино. Давайте в электропиано переместимся. Классное электропиано. Понимаете, в чём суть? Здесь нет экрана, поэтому всё управление происходит вот таким образом. То есть вы зажимаете какую-то здесь клавишу, одну из функциональных, и каждая клавиша отвечает за какую-то функцию. Но можно подключить телефон, и тогда прямо с телефона можно будет выбирать и как-то регулировать настройки этого инструмента. Удобная функция. Повяжу чуть попозже. Ладно, поехали дальше. Электропиано. Раз. Ого. Два. Два. О, сказочная. За сам Бог велел. Банк электропиано закончился. И other. Что значит на русском другие? Какой я умный. Здесь у нас струнные. Эпические струнные. Ещё хочу. А где? Гитара. Гитара. О, классный звук. О, классный звук. В общем, 35 тембров. Более чем достаточно, как по мне. А также можно разделять клавиатуру на две части. Допустим, вот так мы нажимаем кнопочку сплит. Здесь у нас появляется уже бас с ударным. Здесь остался клавесин. Клавесин мы поменяем сейчас. И всё, поехали. Также тембры можно накладывать друг на друга. Сплит отключаем. Допустим, вы хотите красиво поразить, поразить какую-нибудь девушку. Красиво сыграть ей красивую мелодию. Вы нажимаете, вот берёте два пальца. Пиано, other. Соединяйте два тембра в один и поехали. Главное смотреть всё чарующе куда-нибудь. Всё получится. С этим инструментом всё получится у вас. Есть встроенный метроном. Естественно, конечно же. Можно записать внутрь пианино одну композицию. Нажимаете вот этот рек и поехали. Включаюсь. Вот он показывает, что всё работает. Записалось. Нажимаете. И наслаждаетесь. Также здесь есть встроенные восемь ритмов, под которые можно заниматься. То есть как занятие происходит обычно. Запускаете метроном и начинаете. И так далее. Но это скучно. Это не наш метод, не наш выбор. Мы хотим заниматься пад-ритмы, чтобы нам барабанщик играл. Вот. Допустим. И что-нибудь такое ненавязчивое, да? Здесь восемь встроенных ритмов. Есть всё для весёлой вечеринки. Встали и пошли. Встали и пошли. В ногу. В ногу. Есть также функция разделения клавиатуры на две равные части. Это для тех, кто, допустим, занимается с преподавателем. Спереди есть два выхода под наушники, под две пары наушников. Получается, что в одном пианино у вас получается два маленьких пианино. Вот он, переход на второе пианино. Здесь занимается учитель, допустим, показывая вам, как играть. А здесь вы. Аккуратура здесь двухсенсорная, но от этого не страдаешь. Двух сенсоров более чем достаточно. Она тем более резвая, вполне себе откликается. Спереди у нас находятся два выхода под две пары наушников. То есть вы можете одновременно с кем-то заниматься вместе на одном пианино. Позади у нас выход под трехпедальный блок, педаль два. Также под одну педаль, под питание. К сожалению, здесь нет выходов под левый и правый канал. И нет такой возможности вывести стереопару на акустику. Но вы можете вывести звук фортепиано через разъемы под наушники. Этого вам никто не запретит. Есть также возможность сюда подсоединять флешку и писать на нее какие-то свои мелодии. То, что играете здесь, записывается туда. Есть также выход для подключения этого инструмента в качестве MIDI-клавиатуры к компьютеру. Также здесь есть Bluetooth. Хочу сразу сказать, что Bluetooth здесь действует только для передачи MIDI-данных. Для соединения с приложениями. То есть послушать через Bluetooth музыку на этом инструменте не получится. Так же, как и подключить какие-нибудь Bluetooth-наушники. Но зато здесь можно соединиться с приложением беспроводным способом. Допустим, к тому же, Роланду, Piano Partner 2. Что здесь есть? Есть песни, которые можно разучивать. Классика, не классика. Нажимаете, слушаете. Оп. Ну, это какая-то не самая бодрая. Давайте пободрее включим. Допустим, это. Вот вы хотите ее выучить. У вас есть возможность замедлить темп. Есть возможность отключить левую и правую руку. Подыграть там правой рукой или наоборот левой. Также вы можете посмотреть на эти ноты. Он показывает, в каком месте играет сейчас. Ну и так гораздо проще, конечно, разучивать произведение. Но самое важное, что добавляет это предложение, Piano Partner 2, это функцию автоаккомпанемента. Смотрим, какие есть стили. 21 стиль. Джаз, медиум джаз, поп, битбалад. Ну, допустим, я хочу поиграть в жанре поп. Конечно. Я выбираю поп. Ставлю аккуратненько вот сюда телефон. У меня будет интро. Задаете тональность. До мажор, конечно же. Зачем нам другие тональности, когда есть до мажор? И нажимаете старт. И поехали. То есть в чем суть? Суть в том, что вы сами задаете тональность, и он адаптируется под вас в этом стиле. Смотрите, то есть я играл в до, вот, уже перестроился и играет в другой тональности. Я хочу, чтобы было какое-то развитие в песне, я включаю вторую вариацию. У каждого стиля по две вариации. И вот, смотрите, насыщение пошло больше, развитие, и прям до слез. Замечательно. Ну и вот вы уже все. Вы уже пришли к финалу. И здесь нажимаете эндинг, чтобы все это закончилось. Зрители аплодируют вам. Слезы счастья льются по щекам, по столам. И вы ждете, ждете, когда все это закончится. Они говорят, давай уже, давай, финалка, барабанщик стучит. Бам, все, закончилось. Встаете, поклон, и идете забирать деньги за ваше выступление. Также вы можете играть без аккомпанемента, просто оставив одни барабаны. Как вариант. И здесь есть развивающие игры, развивающий слух. Вот он загадывает вам ноту. Вы должны отгадать, где она находится на клавиатуре. Ну вот, видите, я не попал в первый раз, потому что я не имею вообще слуха никакого. Также есть чтение нот. Вот, можно их читать, ноты. То есть, та же самая процедура, только он вам показывает эту ноту, вы должны ее нажать, сыграть. У вас есть время ограниченное, и вот, надо успеть. Вполне себе. Сюда вы можете записать неограниченное число треков, прямо в приложении. Нажимаете запись, и пишите. Эта запись будет храниться в облаке приложения, ее тут достать никак нельзя, но вот показать учителю, допустим, или послушать самому, можно. Так как на самом пианино нет экрана, то у вас есть возможность управлять настройками пианино прямо с телефона. Телефон-то, я думаю, есть у каждого сейчас в наше время. Метроном, вы можете прямо здесь регулировать темп. Можете прямо отсюда менять тембры, рек-тайм и так далее. Все написано, все подписано. Ну, стильеста. Также вы можете отсюда управлять тембрами фортепиано. Здесь они все подписаны, так гораздо проще сориентироваться. Вот, что-нибудь выбираете. Отсюда же можно поделить клавиатуру на две части, соединять тона, то есть сделать один тон громче, другой тише. В общем, удобное функциональное приложение, и реально получается так, что вы не переплачиваете за экран на фортепиано, у вас он есть всегда в кармане. Для корректной работы приложения необходима какая-то актуальная версия iOS или Android, ну и желательно телефон тоже какой-нибудь актуальный. Потому что если у вас кнопочный телефон, то, конечно же, вряд ли вы сможете подключить как-то это приложение. Сейчас подойду, нарежем опять как-нибудь. Господи, я весь в проводах, спасите! Как вы видите, офигенный инструмент за вполне себе доступные деньги. Все, что нужно, есть. Опять-таки, все, что нужно для какого-то расширения функционала тоже есть. Современный, надежный, классно звучит. Более детальную демонстрацию звука этого инструмента я оставлю по ссылке в описании. Вы можете скачать, послушать и понять для себя, нравится вам или нет. Но, скорее всего, да. Буду очень благодарен вашим, конечно же, лайкам, репостам и распространению сети. До новых встреч!